Сто лет для любого предприятия срок вполне солидный. Рязанский кожевенный завод к этому рубежу подошел с отличными результатами. Руководство группы компаний «Русская кожа» организовало пресс-конференцию, на которой подвели итоги работы предприятия, рассказали о том, как складываются отношения с зарубежными партнерами, с подешевевшим рублем и рассказали о предстоящих планах. К этому периоду предприятие подошло в очень хорошей форме. Из маленькой фабрики, можно сказать, кустарного производства, выросло в такой промышленный гигант. На сегодняшний день «Русская кожа» выпускает практически все виды кож. Это и кожа для обуви, и кожа для галантереи, и кожа для одежды, кожа для средств индивидуальной защиты. С недавнего времени кожевенный завод приступил к производству новой продукции. Программа импортозамещения в действии. Мы приступили к выпуску кож для автомобилей. Мы, выполняя программу правительства по импортозамещению, в том числе открыли еще один новый проект. Это проект производства авиационных кож. И автомобильные авиационные кожи являются, ну, можно сказать, элитой кожевенного производства. Не потому, что они самые хорошие, но к ним предъявляются очень высокие требования. Расширяет производство не только ассортимент продукции, но и географию сбыта. Мы поставляем свою продукцию не только на территории Российской Федерации, но и поставляем практически по всему миру, то есть на все континенты. Каждый месяц наша продукция уходит минимум в 16 стран мира. Безусловно, что основной акцент мы делаем в первую очередь на том, чтобы удовлетворить потребности отечественных фабрик. Помимо Рязанского завода, предприятие «Русской кожи» действует в Испании, а также в Китае. Стоит отметить, что в многих брендовых магазинах, в том числе и зарубежных, несложно найти изделия, пошитые из кожи этого изготовителя. В ближайшее время компанию ожидает настоящий прорыв – запуск проекта по строительству нового кожевенного завода в Алтайском крае. У нас Заринский кожевенный завод «Русская кожа Алтай» – новый инвестиционный проект. Он очень крупный как для группы компаний «Русской кожи», так и для холдинга финансово-промышленной компании «Инвест». Но ориентировочная сумма вложений – это примерно миллиард рублей. Достаточно такая весомая, значительная сумма для данного предприятия. Я хочу сказать, что завод будет располагаться в городе Заринске. Это порядка 130 километров от Барнаула, чтобы вы примерно понимали географию. Ну что, в общем-таки завод планируется построить на площадке 4,5 гектара. Это площадь земельного участка. Земельный участок у нас оформлен сейчас. Произведены уже геологические изыскания. И мы сейчас, вот уже начиная с октября месяца 2015 года, находимся, можно так сказать, в активной подготовительной фазе для того, чтобы начать строительство. Сама площадь завода будет 12 800 квадратных метров. Этот проект будет очень интересным для района. Объем переработки сырья составит 600 тонн в месяц. Планируемый объем производства изделий – 100 тысяч квадратных метров в месяц. А обслуживать алтайское предприятие будут 200 человек на самом современном оборудовании. Проектированием технологии занимается итальянская фирма «Этал Праджетти», которая построила уже больше 10, по-моему, заводов. Где-то вот больше 10 известных заводов, кожевенных причем, я хочу сказать. И, конечно же, они в своем подходе используют, как уже сказала, самые современные технологии кожевенного производства, которые есть на сегодняшний день. Ну, что еще? Значит, по проектированию самой строительной части инженерных систем коммуникации тендер у нас выиграла наша Челябинская организация российская. Это АО «Строя система», которая также уже приступила к процессу проектирования самого завода. И вот буквально уже в конце месяца апреля, 27 числа, должна уже выйти на строительную площадку для того, чтобы приступить уже непосредственно к работам. Предприятие планируется запустить в работу к концу 2017 года. Ну, а Рязанский кожевенный завод уже подготовился к своему столетию и отпразднует юбилей 26 мая. Спасибо. Спасибо.